Привет, зритель! Очередная трогательная история из сети. Как-то утром Ирина по пути на работу увидела мальчика лет пяти. Он сидел на скамейке с опущенной головой. Подойдя ближе, девушка услышала, что он что-то шепчет про маму. Ирина поинтересовалась у мальчика, как его зовут и где его родители. Миша сказал, что его мама сказала сидеть на лавочке и ждать, когда она придет. Девушка удивилась матери, которая оставляет маленького ребенка самого на улице. Ирина спешила на работу, поэтому оставила мальчика одного. Но вечером, когда она шла домой, увидела, что Миша сидит на том же месте. Мама его так и не пришла. Оказалось, что подобное повторялось очень часто и вообще жили они в крохотной квартире. Мама Миши часто пьет и водит домой каких-то дядей. Ирина видела, что Миша голоден. Она предложила накормить его булочками, но мальчик сказал, что хочет гречку и компот. В ближайшей столовой девушка купила ему то, что он захотел. Дома Ирина рассказала Миша своему мужу Николаю, который работал в полиции. Он смог добиться того, чтобы мальчика забрали у нерадивой матери. Даже в детском доме Миша было лучше. Здесь он мог спать на мягкой кроватке, за долгое время он смог нормально поесть и у него появились игрушки. В то же время Ира и ее супруг начали собирать документы на усыновление Миши. Скоро все было готово и у мальчика появились любящие родители. Николай быстро нашел общий язык с мальчиком. Он записал его в секцию боевых искусств. Учил его защищать слабых, быть честным и благородным. Николай для Миши купил щенка овчарки. Ребенок был на седьмом небе от счастья. Скоро Ира забеременела. Больше всех радовался Миша. Он уже стал мечтать о братике или сестричке. О том, как будет ухаживать и защищать их. Через девять месяцев родилась девочка Соня. Миша кормил, поил и даже купал сестренку. А еще через год после рождения Сони Миша стал героем. Все вчетвером они гуляли по парку. Девочка вырвалась вперед, когда увидела мыльные пузыри. На малышку откуда-то сбоку набросилась собака. Первым среагировал Миша. Он бесстрашно кинулся на спасение сестрички. Через несколько секунд подбежал и Николай. Он смог отогнать животное от мальчика. К счастью, Миша отделался небольшими укусами. Его спасла куртка и брюки. Первое, что спросил мальчик, когда все закончилось, целали Соня. С ней все было в порядке, она отделалась только испугом. «Ты настоящий мужчина, я горжусь тобой», – сказал ему Николай, беря его на руки. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.